ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Меня удивляет, как вы собираетесь, после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить? Пока сын Кадырова Адам рассекает на позолоченных геликах, предположительно в Дубае, генерал Лапти Аладдина заявил, что ему не нужны те кадыровцы, которые попали в плен на Курщине. Он предложил вооруженным силам Украины оставить себе тех, кто добровольно сдались в плен. У меня вопрос. Те из вас, кто сдались добровольно в плен, насколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена? На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь, после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим домашним? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам? По-большому, даже сейчас вы находитесь в плену, просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили. Для того, чтобы закончить свой путь, хотя бы теперь мужчинами. Когда вы сдались в плен, вы нарушили обет, из-за чего сразу автоматически вы подпадаете под людей, которые сошли со священного пути. Важные истории CIT обновили данные о наборе российских солдат по контракту. Аналитики посчитали сумму единовременных выплат и получилось, что за три месяца с апреля по июль набрали 93 тысячи человек, а всего за полгода 166 тысяч человек. Но при этом Z-блогеры наперебой пишут, что людей не хватает, на фронт отправляют инвалидов, дроноводов переводят в штурмовики, выплаты за контракт растут. Значит, несмотря на рост набора, растут и потери, людей все равно недостаточно. На фронте не хватает не только людей, но и оборудования, оружия, припасов российской армии. Именно поэтому Z-блогеры невероятно впечатлились новостью о том, что Роскомнадзор потратит 59 миллиардов рублей на борьбу с VPN в России. Это еще не заработал реестр Роскомнадзора для блогеров. Z-ники еще ощутят всю любовь к государству. А если вернуться все-таки к теме VPN, то новости, конечно, не очень хорошие. Но, думаю, владельцы VPN-ов что-нибудь придумают обязательно, а вы не ленитесь, пожалуйста, старайтесь обходить блокировки надежными безопасными методами, оставайтесь на связи и родным помогайте тоже. Еще один скандал в рядах Z-блогеров разгорелся из-за Аптия Лаудинова. В Анапе группа чеченцев избила аниматоров из-за девушки, с которой соотечественники Алаудинова настойчиво хотели познакомиться. Одного из пострадавших увезли на скорой, а позднее двух участников драки задержали в Кабардино-Балкарии. Важный момент. Чеченцы были СВОшниками. Алаудинов записал длинное видео с оправданием своих, заявил о ненависти по национальному признаку и сказал, что мужчины просто хотели познакомиться и вообще ни в чем не виноваты. Ну факт заключается в том, что оскорбляют чеченскую нацию, оскорбляют подразделения Министерства обороны Российской Федерации. И когда этот парень Зелимхан ей в грубой форме отвечает и уходит оттуда... Там еще Кашеварова подтянул и говорит, кто-то пытается начать третью чеченскую. Поэтому разгорелся большой скандал. Ну конечно вот та аналогия, которую приводит Z-блогер Севастьянов, выглядит ну довольно реалистичной, как считаете? Канал Росгвардеец требует Алаудинова воспитать своих и заодно намекает, что чеченцы в тылу на оккупированных территориях бизнесом занимаются, а не воюют вместе с русскими в Ахмате внезапно. А вот канал группировки Эспаньола под это дело вообще рассказал об эпизоде чуть ли не прямого столкновения их бойцов с, цитата, бородачами в штатском. Реально, чуть не до перестрелки дошло. Информация о подобных инцидентах время от времени просачивается и в целом подобное происходит довольно регулярно. Рэкет, вымогательства, угрозы, иногда машины отжимают. В общем, в тылу у российских военных отнюдь неспокойно и дело не только в драках. А вчера стало известно о еще одной истории. Трех операторов дронов послали штурмовать лесовку в один конец. На смерть, потому что они были недовольны командиром. А что делал командир? Торговал наркотиками. Всем привет. Эрнест, Гудвин, 87-й полк, 1-я Славянская. Самые замечательные беспилотчики и командиры подразделения беспилотки с позовенными Эрнест, Гудвин и Большой получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Отправил нас с такой задачей. Множество людей бросилось нас оповещать о том, что мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача максимально ужесточить наши условия пребывания на месте. Дело в том, что под крылом товарища Злова в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, некто Сергей Вячеславович Смолкин со своей замечательной девушкой Кристиной Леонидовичной, он знает как бы там по фамилии, занимаются торговлей наркотой, с которой, безусловно, имеет процент все командование. Ну, как минимум старшее, да? Вот. И поскольку мы в этом никак не участвуем, всячески этому противодействуем, то основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили. История совершенно классическая для российской армии. Такое происходит постоянно, и я уже вам об этом рассказывал. Даже Z-каналы так пишут. Поразительно то, как покорно эти вояки пошли на смерть. Немаловажная деталь в том, что тот же Гудвин воевал еще в 2014 году. То есть не мобилизованные, не зэки, а прям такие типа ветераны. Но даже их пустили в расход свои же. Это многое говорит о российской армии, конечно. Украинские волонтеры продолжают развивать дроны-перехватчики. На этой неделе появились видео с первым ночным дроном ПВО. Учитывая, что ночная разведка чуть ли не важнее дневной, многие войска перемещаются именно ночью. Это еще один серьезный шаг к борьбе за небо. Кстати, раньше показывали кадры только от первого лица. Теперь же можно посмотреть, как именно происходит само сбитие. Интересно, что дрон взрывается под БПЛА, возможно из-за задержки сигнала. Оператор подлетает вплотную, жмет подрыв и дрон как раз успевает пролететь чуть ниже. Но так или иначе это работает и дроны-разведчики уничтожаются уже десятками. Российские военные не стали долго ждать и скопировали украинский дрон-огнемет с термитной шашкой. Как видите, ничего сложного нет. Боеприпас с термитной смесью просто закреплен внизу под обычным FPV-дроном. Есть ощущение, что российской версии этого дрона не хватает мощности пламени в сравнении с украинским, но это уже детали. Теперь ключевым станет соревнование в массовости. Кто больше таких беспилотников соберет и использует на фронте. И вот очередная новинка дошла от стадии задумки до реализации. Украинские и российские военные давно пытались закрепить на дрон гранатомет. Ну вот, украинцы закрепили, похож на АТ-4. Такой работающий образец получился. Прицельная дальность и точность, конечно, слабоваты. Но дрон может подлететь сверху и достаточно близко. Техника не успеет скрыться. Можно бить и по блиндажам, по укреплениям. В общем, получается такой легкий многоразовый противотанковый дрон. Гораздо дешевле Баба-Яги и выполняющей ее функции. Эти дроны противника, как мухи, просто летают. Глазепу Боррелю, который снова ради мира в Европе призвал страны НАТО разрешить Киеву бить по целям в глубине России. Бои идут, бои тяжелые. Противник пытается двигаться вперед. Мы эти попытки пресекаем. Работаем превентивно по тылам, как уже было сказано. Но, опять-таки, подчеркну, что обстановка крайне непростая. Это действительно так. В любой момент они должны быть готовы передислоцироваться на аэродромы у российских границ. Чки Люфтваффе Бундесвера вместе с пилотами из Норвегии и США проводят тренировки в воздушном пространстве Финляндии.